Продолжаем выпуск. Загрязнение водных источников на планете, разрушение озонового слоя и другие экологические проблемы всегда актуальны. Поэтому общая для человечества задача – охрана окружающей среды и сохранение природных ресурсов. Вопросами глобальной экологии сегодня интересуются и школьники. Учащиеся в Назарбаев интеллектуальной школы города Семей запустили несколько научных проектов и разработали макеты инновационных технологий. Это роботизированный комплекс, состоящий из аэро- и передвижного плавающего механизма. Экоробот, изготовленный из пластиковых бутылок и труб, управляется с помощью аэросъемки. Благодаря этому подвижный плавающий механизм собирает мусор под водой и на поверхности воды. С помощью специальных насадок он может собирать различные виды мусора на поверхности и под водой. Например, сейчас у нас имеется магнит. Наш магнит может собирать железный мусор со дна. Теперь вы можете увидеть гайки. Он поднимает гайки и подносит к специальному контейнеру. Есть роботы-приборы, которые очищают водоемы. Но от нашей идеи они отличаются. То есть они могут очищать только поверхность воды и изготавливаются из различных медных смесей и других материалов. А наша модель сделана из использованных пластиковых бутылок. Она может очистить как поверхность воды, так и дно. То есть это экологично. Мы не используем бензин. Роботизированный комплекс с помощью видеокамер контролирует состояние подводного мира, его фауну и флору. Для демонстрации принципа работы инновационного устройства молодые ученые запустили специальное мобильное приложение. В будущем наша модель сможет работать автономно через специальную программу. А сейчас мы можем контролировать ее работу через приложение. Например, посредством мобильного приложения мы можем задавать скорость или направление. И она может собирать мусор из воды по специальному маршруту в водоемах. Новый план молодых исследователей – усовершенствовать проект и представить его на патент. Не менее актуальными являются совместные экологические проекты Махжана и Диаса. Они представляют новую теоретическую идею восстановления озонового слоя на земле в виде макета. Под Антарктидой находится ядовитый газ метан. Когда он поднимается на поверхность, это может привести к разрушению живых организмов и загрязнению воздуха. Поэтому предлагаемый нами проект будет представлен как новая идея восстановления озонового слоя. Суть научного проекта – восстановление поврежденных мест озонового слоя. По словам учащихся, завод КАС «Озон-СМ» GSM «Озонатор» производит озон. Он транспортирует газ через озоновую трубу и компрессор высокого давления, покрытый углеродными материалами с помощью дирижабля на высоте 30-40 километров. Озон направляется в те зоны, где его не хватает, отмечают авторы проекта. Привезенный озон мы получили дирижаблем, то есть капсулой, после которого на геостационарных орбитах выше будут специальные спутники. Один из них – Касаура. Это новое устройство для контроля озона. По сигналу он съедет озон в нужные места и снова идет на свое место. Стоит отметить большой вклад учителей школы Шарипы Таласпаевой, Раис Могуловой, Азизы Ахтанбердиной, которые курировали научные проекты учащихся. Теперь цель призеров Республиканского конкурса научных проектов – внедрение в будущем инновационных технологий в виде макетов. Редактор субтитров А.Семкин